Жители дома 15 по Можайскому шоссе обратились к общественникам в сентябре прошлого года. По их мнению, дом находится в аварийном состоянии. Панельную пятиэтажку 1964 года постройки включили в программу капитального ремонта, который так и не произвели. У специалистов возникли опасения, что фундамент не выдержит веса ремонтных материалов. Впрочем, жильцы говорят, главная проблема дома даже не крыша, а подвал, еженедельно затопляемый грунтовыми водами. Дом находится, я думаю, подробнее потом коллеги расскажут, на уникальном месте. Точнее, это озеро, которое давно, много лет назад там было. И постоянно дом подтапливает изнутри. То есть постоянно в подвал у нас влажный, подвал у нас мокрый и скапливается влага. Управляющая компания регулярно откачивает воду, однако местных жителей это не устраивает. Сырость ощущается по всему дому, а в воздухе стоит ощутимый запах. Подвал затапливается. Мы в том году ежемесячно делали фотографии, составляли акты, затапливается по полной программе. Желаем мы этого, не желаем. В этом году ровно две недели у нас было сухо в подвале. Две недели, потому что мороз был. Общественники подтверждают, жильцы совершенно правы. Хоть здание и не было признано аварийным, проблем у него полно. Впрочем, по словам представителей управляющей компании, ситуация может коренным образом измениться в ближайшие месяцы. На 16-й год этот дом полностью запланирован на каплимон. Межпанельный стык, внутренних инженерных систем и электрообороны. То есть комплексный, капитальный ремонт. Другой проблемный объект расположен по улице Союзная. Дом, построенный еще в довоенные годы, ни разу не ремонтировали. С гнилой проводкой и продуваемыми помещениями жители дома уже смирились. Но когда два года назад закончилась вода в колодце, не выдержали и обратились в общественную палату. Приехавших специалистов поразило увиденное. У людей отсутствуют даже самые необходимые удобства. Проводка электрическая в состоянии, то в деревянном доме есть также опасность, что пожарная опасность повышена из-за того, что проводка подсоциально в состоянии. Планируется, что в 2017-2018 году жители из злополучного дома переселят в новостройку. Но разводят руками специалисты, до этого времени придется потерпеть. Общественники пообещали держать людей в курсе дела, а пока предложили создать совет дома. Работа с ним позволит оперативно информировать жителей. Развести объявление по этажам, что уважаемые жильцы дома, в субботу в эту, в 15.00 предположим ситуацию, будет представитель общественной палаты и давайте изберем председателя совета дома. С которым мы будем вести непосредственный диалог по всем вопросам.